Привет всем, у кого есть зима. У меня на самом деле тоже зима, это то, что за моей спиной, это новая технология, такие видеоподвижные фотообои или видеообои, наверное, да. Вот, но это чтобы вы не расстраивались. А вообще, ребята, на Занзибаре хорошо, нет прямых чартеров из России, из Украины, вообще практически ниоткуда нету, поэтому очень мало людей. Мне кажется, что, если я не ошибаюсь, сейчас раз в неделю летает чартер из Италии и раз в неделю из Франции, поэтому людей нету вообще, совсем. Все пустое, везде все свободно, поэтому рекомендую. Ну, кроме моря здесь делать нечего, да, я уже об этом рассказывал. Так, сегодня о чем мы поговорим? Вопреки моим ожиданиям, энциклопедия по корундам зашла, хотя там много занудства, да, и очень много комментариев вы написали, почти 300 штук, и продолжаете их писать дальше. И есть довольно много толковых вопросов, я прям очень доволен, то есть я не ожидал, что вы действительно будете принимать это как науку, интересоваться, читать, гуглить, что-то узнавать, сравнивать, вообще супер. Огромная вам благодарность, мне такое очень нравится. Вот, и было много вопросов по теме, было много вопросов не по теме. Давайте я быстренько пройдусь и по теме по другим, да, и у нас скоро будет уже вторая часть по энциклопедии по корундам именно. Так, первое, очень много об этом спрашивают под каждым видео, поэтому я решил все-таки наконец-то ответить, хотя уже отвечал много раз. Давайте еще раз. Похоже, есть вопросы, на которые нужно отвечать регулярно, да, потому что быстро забывают. Так, мне интересно, это Арина Агеева, а Марина Агеева, извиняюсь. Мне интересно, какие прививки вы делаете для пояски в Африку, Юго-Восточную Азию, ведь там полно паразитарных инфекций. У местного населения какой? Никакой мутет к ним, а у вас? Приходилось ли вам лечиться от малярии или вы профилактируете? Расскажите, пожалуйста, о препаратах, необходимых для таких экспедиций? Ну, вот прям куча заблуждений сразу в одном вопросе очень много. Во-первых, и в Африке, Юго-Восточной Азии довольно здоровый климат. Поискать место, где можно заболеть малярией, ну, прям надо постараться очень сильно. Вы знаете, что я старательный. Я однажды болел малярией, я в ООСе ходил пешком по тропическим дождевым джунглям, да. Наверное, месяца два мы ходили прямо с рюкзаками. Я еще такой, мне было там 20 плюс годиков с ребятами, с друзьями. И мы прям ночевали в болотистой местности, там, да, там были пиявки всякие, комары нажали, сжали постоянно. Что мы там делали? Мы смотрели первозданную природу и смотрели племена. Лодки шумят, я надеюсь, что микрофон, это, не делает их громче, чем мой голос. Сейчас проедет, продолжим. И вот, меня там куснул малярийный комар. И, собственно, я почувствовал озноб, да. Первый вечер почувствовал озноб в то же время, второй вечер. Он появляется где-то на минут сорок сначала, потом дольше, 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 дольше. Но вот периодичность и синхронность, это главные такие показатели, да. Я понял, что у меня малярия, потому что я много читал Джека Лондона. Я пошел сначала пешком, потом на мотороллерах по тропинкам, потом на машине, вышел в городу и пошел в больницу. И там был бесплатный госпиталь, где был врач француз. Он мне сделал два укола. И все, моя малярия на этом закончилась. И примерно такая же история вторичная у меня была однажды в Индонезии. Больше малярии я ни разу не болел. То есть, легенда о том, что вот из самолета вышел, на тебя напали комары, как давай кусать все малярийные. Это легенда на сто процентов. Наш климат ни в коем случае не безопаснее. Я имею ввиду российский средняя полоса. Очень люблю такой пример. Смотрите, я 22 года живу в тропиках. Вот в случае с малярией два. Это единственная ситуация, да, с которой сталкивался. Никто из моих знакомых, друзей, 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 соседей, вот кто живет у меня вокруг в Таиланде и с кем я общаюсь здесь на Зазибаре, никогда не имел никаких серьезных болезней, каких-то смертельных, неизлечимых. Кстати, из всех тайцев, кого я знаю о малярии, переболела одна девушка один раз. Это все. То есть, для тайцев малярии это такая же странная штука, которая есть где-то очень далеко и неправда, как и для вас, да. Вот. Но, вот смотрите, в то же время... А, и кстати, укушенных змеями из моего окружения в тропиках ноль людей, ноль вообще, ноль. Вот смотрите, в то же время в России у меня есть товарищ, которого два раза укусило, ну, знакомый, до которого два раза укусила змея в Ростовской области, да. Вот. И у меня есть друг, которого я люблю и уважаю. У него... Его в Беларуси укусил клещ, и он теперь пожизненно болен, неизлечимой болезнью, которая называется боррелиоз. Вот. И у меня есть подруга в Новосибирске, ее начальница, прям прямой начальник на работе, с которым она работала, была знакома много лет, значит, поехала на дачу, укусил клещ, она его выдернула там, продезинфицировала все. Значит, в тот же вечер ей стало плохо. Ну, озноб, температура, она решила, что это простуда, лечилась от простуды. На второй день тоже лечилась от простуды. Это было пятница и суббота. В воскресенье она уже умерла. Вот. У нее был, насколько я понимаю, энцефалит, да. То есть, вот таких случаев в Таиланде, например, у моих знакомых, знакомых, знакомых друзей, сотрудников по работе, соседей нету. Поэтому, чей климат здоровее, где больше заразы, это надо еще разобраться, на самом деле. Это вот мое мнение, да, личное. Да, где-то есть какие-то страны и регионы, где дофига малярии, но я не был таких пока, то есть, да, где прямо вот повально все болеют. Ну, я не знаю, есть ли они на самом деле. Вы знаете, что вот все, что связано с ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, и со статистикой, которую дают, показывают, да, а потом с дальнейшим финансированием на борьбу, это же очень серьезный бизнес и политика. Поэтому я не удивлюсь, что многие ситуации искусственно раздуваются, преувеличиваются. Вот, в Таиланде, например, я вообще не могу назвать ни одного паразита, которые действительно серьезные, являются серьезной угрозой населению, в принципе, да. Далее. Это вот первое заблуждение. Второе заблуждение. У местного населения какой-никакой иммунитет к ним. Монголоиды в Азии не коренные жители, они пришли буквально вчера с точки зрения истории, и у них иммунитета к малярии нет. У попуасов есть к некоторым видам. Тут мне принесли кофеек. Thank you, my brother. My black brother, thank you very much. You're welcome, enjoy. Кофе со льдом. Горячий тут не заходит. Так. От малярии профилактики не существует. Малярия, по сути, это маленькие червячки, которые живут в крови, да, в кровяных тельцах. Ну, какая есть профилактика от вшей. Ну, часто мыться только и все, да. В каких-то таблетах что-то пьешь, и вши не завелись. Ну, как бы их нету. Вот. Есть какие-то таблетки, которые вроде как, вот если я их пью каждый день, и в это время меня кусают малярийные комары, то они как-то вот предохраняют. Но эти таблетки дают очень серьезный удар по здоровью, в частности, по печени, по почкам. Поэтому не рекомендую. У меня несколько знакомых пытались их пить, начитавшись вот этих ужастиков перед поездкой в совершенно цивилизованную Танзанию, например, да, или в тот же Таиланд. Угробили себе печень и почки. Проще сделать два уколчика. Вот у меня, например, эти два укола оба раза прошли без каких-либо последствий для организма вообще. Вот. Ну, вот, собственно, я ответил на вопрос. Это было не про рубины, но вы задаете часто, да, его. Так, дальше. Почему вы продаете ниже рыночной цены? Неужели так сложно продать по рыночной цене? Это первая часть вопроса. Дмитрий Крышский. Нет, не сложно, но это же долго, Дмитрий. Смотри, я за то время, пока я буду продавать... Вот я куплю один рубин, да. Считается нормальным, если он у меня уйдет за год. И вот он у меня год будет лежать и уйдет, да. Я его, причем, выставлю по какой-то цене. Он за этот год вырастет. Я же не могу там менять цену постоянно в этом объявлении. То есть люди будут его находить по той цене, по которой я выставил. И вот смотри, у меня зависнет, например, там 150 тысяч долларов. А продам я его, например, за 200. То есть я заработаю 50 тысяч, да. За год на одном камне. И при том, что 150 у меня зависло. А если я продаю, например, покупаю за 150, продаю за 160, я этих рубинов продам 3 за месяц. Вот. Это причем, это не преувеличение. Это действительно так у меня происходит. Мои доходы говорят о том, что эта тактика очень успешная. Во-первых, у меня не подвисают деньги, да. Активы становятся более гибкими. То есть я купил рубин, наценил немножко, продал. Потом хоба, появилась параиба. Я купил параибу, наценил немножко, продал. Вот, собственно, я сразу выбрал такую тактику. И я ее придерживаюсь. Мне нравится. То есть, если я буду продавать по рыночным ценам, я стану одним из немногих. А так я, получается, сейчас единственный вообще, кто по таким ценам продает, да. И, кстати, тут же на вопрос отвечаю. Почему? Вот когда я выставляю инвестиционные камни какие-то, говорю, смотрите, это инвестиции. Сейчас купите за 200, потом продадим за 300. Не знаю, долларов, тысяч, не важно. Мне часто пишут, а что ж ты сам такой умный не купишь его? Ребята, у меня все в камнях вообще. Вот я на последние деньги покупаю камни, потому что я в этом плане очень жадный. Мне вот реально прям, я спать не могу, если красота уходит в чьи-то руки. Особенно почему-то мне неприятно, когда китайцы покупают то, что не смог купить я. Вот у меня было, например, там 500 тысяч, да. Я накупил на все, вообще ничего не осталось. И, естественно, на следующий день выпадет какой-то охрененный камень, который просто, вот, я не смогу себе простить, если он куда-то уйдет. Вот, собственно, почему я сам все не покупаю. Если бы у меня были ресурсы неограниченные, я бы каждый день покупал на миллион долларов камней. У меня вот вчера за день 4 мне показали камни, которые просто вот, ну, невозможно пройти мимо, нельзя. А у меня все, у меня деньги кончились. Все, что у меня было, я накупил. У меня все в камнях. Сейчас вот я их продам, а эти 4, которые мне вчера показали, они уже исчезнут. Все, их уже купят какие-нибудь китайцы, наверное. Потому что китайцы почти все покупают вообще. Так, дальше. Слышал месторождение рубинов в Гренландии. Ну, они там розовые и некрасивые. Из-за расходов добыча прекращена. И еще вопрос. Ну, да, были такие рубины. Кстати, правильно сказал Дмитрий. Я забыл о них рассказать в своей энциклопедии. Это мне минус. Вот, в Гренландии рубины были. Так, как там очень плохой климат, да, из-за этого, то есть, смотрите, там шахта, где нужно отопление, вода. Там, если вода замерзнет, все трубы лопнут. Поэтому они должны быть с подогревом, теплая постоянно, электричество, вентиляция. То есть, очень дорого выходило. То есть, они были неконкурентоспособны. Вообще, гренландские рубины. Поэтому добычу закрыли. Так, еще вопрос. В спигматитовых полостях это считается какого типа месторождения? Это коренное. Коренное, это когда в твердой породе, в горе, да. Когда окатыши размыло по долине, и они в грунте лежат, это у нас рассыпное. Так, дальше читаем. Вы говорите, самый дорогой камень рубина. Как же красный бриллиант? Это Марина спрашивает. Смотрите, Марина, есть камни, скажем так, серийного, серийной добычи, да, промышленной добычи. Вот я говорил про них. То есть, бриллианты обычные, бесцветные. Белые нельзя говорить. Бесцветные. Вот, значит, рубины, сафиры, изумруды. Это у нас идет стабильная серийная добыча. Есть камни, которые значительно дороже и рубинов, и бриллиантов. Называются по-разному, по-всякому. Сложные, которые, знаете, находят там, нашли один за 20 лет, да. Мы про такие камни не говорим. То есть, это суперредкие, да, они бывают, и, да, они дороже всего. И красные бриллианты относятся именно к ним. Их найдено буквально по пальцам, можно пересчитать, красных бриллиантов. Их продают на аукционах. Каждому дают название. Я вот видел, например, ярко-красно-оранжевый бриллиант. Бриллиант 0,25 карат. Это меньше спичной головки в несколько раз, да. Его продавали на аукционе, ему дали имя. И такой буклет напечатали. Я не помню, там, назвали его как-то, допустим, красный маркиз, там, что-нибудь такое. Или, там, оранжевое великолепие. И еще до аукциона, то есть, стартовая цена, то есть, я с владельцем общался, он прямо мне показывал, я в руках его держал. Цена была, смотрите, он был 0,25 карат, цена была 250 тысяч долларов. А продали его что-то по 2 миллиона. Это вот, ну, крошечка вообще. Он, я не знаю, его вупу можно рассматривать. Сколько еще таких есть красно-оранжевых? Ну, может, 3 штуки еще. Поэтому, а мы говорим про какую-то серийную разработку, да? Добычу промышленную. Так. Так, 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 читаю. Меня просто отсвечивает тут. Видите, очень тяжело в этом офисе работать. Условия адские просто для работы. Так. Как вообще природа создает драгоценные камни? Вадимир Свиридов. Это все в процессе формирования земной коры. Исключительно только. Вот эти все, то, что вы видели по образовательным каналам, когда еще плиты были неустойчивые, двигались друг на друга, там наезжали, сталкивались, происходили вулканы, лава. Одна плита наехала на другую. Вот тогда это все появилось, да? И это все появлялось очень-очень медленно в основном. Какие-то быстро и потом супер-медленное остывание, да? А какие-то появлялись быстро и остывали... Мы медленно и остывали очень медленно. Второй вопрос от него же. В Южной Америке разве нет камней? Я думаю, что, конечно же, они там есть, но, как и в России, в большинстве стран Южной Америки не вкладывают деньги в георазведку именно цветных драгоценных камней. В России вот, ну, не может такого быть, что на такой огромной территории нету ничего, да? Ну, кроме там изумрудов, которые выходят дороже, чем колумбийские. Не может такого быть. Но дело в том, что в Советском Союзе камни советским людям не нужны были. Эта штука совершенно не нужная. Хотя, конечно же, партийные боссы все... У них у всех камни были. Они ими пользовались массово, много. Но простым людям залечивали, что вот как бы не надо вам это все. Это все глупости. Поэтому искали металлы, искали газ, искали нефть. Случайно находили попутно бриллианты. Случайно. Когда поняли, что бриллианты можно продавать за границу в обмен на доллары, стали их искать целенаправленно. Остальные не искали. Когда Советский Союз развалился, по сей день ни одной экспедиции по поиску драгоценных цветных камней в России не было. Вообще ни одной. Это стоит очень дорого. А в России этим разработкой занимается только государство. Частные компании не могут заниматься. Поэтому частникам вкладывать нельзя, государство не вкладывает. Ну, как бы это Россия. Вот в странах Латинской Америки примерно то же самое. Не искали пока. Почему в Африке? В Африке, во-первых, частники могут разрабатывать, и они вкладывают деньги в поиски, в экспедиции геологические, да, и находят. В Азии то же самое. Частники могут разрабатывать, соответственно, много чего нашли. Если в России частникам дадут этим заниматься, я думаю, тоже много чего найдут. Так, 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 так. Хотелось бы поподробнее... Так, это Сергей, ну, бар. Ну, бар, ну, бар, не знаю. Хотелось бы подробнее о мезамбийских, насколько тяжело попасть в район добычи. Ну, вот я, собственно, туда собираюсь. Узнаем. Я вот еду как бы на свой страх и риск. Может быть такое, что не попаду вообще. Я, то есть, не знаю, как получится. Сейчас, секунду, кофейная пауза. Так, чем синтетика... Страйкер. Чем синтетика проигрывает натуральному камню? Кроме факта искусственности. Какая разница, если камень красив, инвестиции не интересуют? Ну, если не интересуют инвестиции, и вы не хотите что-то натуральное, то, ну, в принципе, вот, по факту, если нужна просто какая-то стекляшка, которая будет синенькая и красивенькая, то ничем вообще. Покупайте стекляшки, носите, проблем никаких нет. Но дело в том, что люди так устроены. Мы вот в процессе эволюции мы стали такими, что мы всегда хотим иметь что-то особенное и такое, как у других. А синтетика, это серийное производство. Она стоит, ну, вообще на выходе из завода, она стоит там из производства полдоллара за штучку. Ее в день делают десятки тысяч тоннами, да, производят. И такая вот синенькая красивая штучка, как у вас, будет еще у миллионов людей. Вот. А мы устроены по-другому. Мы хотим что-то дорогое. Я вот, например, даже не будучи там среднего уровня дохода, то есть, когда я был, мне было там 20-22 года, я зарабатывал копейки, по сути, да. Я уж тогда шил байкерские штаны себе на заказ, ботиночки, шил себе байкерские на заказ и реально экономил на еде. То есть, у меня был там, значит, в Таиланде я уж тогда жил, я на 40 бат в день питался, 40 бат, раньше это было 40 рублей. Ну, в Таиланде, да, подешевле. Но у меня было две пары байкерских сапожек, пошитых на заказ, и штанишки кожаные, пошитые на заказ. Но я катался в России. Понятно, что в Таиланде кожаные штаны не нужны байкерам. Мы так устроены, ребята. Это эволюция. Я об этом говорил много раз. Очень приятно владеть чем-то нестандартным, необычным, да, чем-то сделанным на заказ. Вот мне, например, я прям, я даже не знаю, меня никогда этому не учили, не воспитывали во мне это, но у меня вот это есть само начало. Так. Дальше читаем. Так, Елена Попова. Красный корунт, рубин. Синий, сафир. Но все бледные по цвету, рубины. Рубины. Принято относить к сафирам. Как рубины дешевеют, а вот как рубины дешевые, а вот как сафиры прилично стоят. Розовый сафир дороже розового рубина. Сафиры уже любых цветов. Хорошо шифруете, но я понял, да, в чем смысл, что если корунт не красный, то это все сафир. Нет, вы, к сожалению, не правы. Я очень часто сталкивался с тем, что если розовый корунт сдать в лабораторию, там напишут рубин. И опять же, в другую сдашь, там напишут сафир. Сдашь третью, напишут рубин. То есть, это ситуация спорная. Поэтому вот так бы, как вы утверждаете, я бы утверждать не стал. Вот совсем недавно у нас был очень красивый розовый корунт в продаже со звездой, с очень красивой, и с красивыми зонами роста, с анальностью, ярко выраженный. На него мы сделали два сертификата, по обоим сертификатам он у нас рубин. Так, 20 минут сидим, нормально. Часик запишем, а то я буду всю ночь с это заливать. Так, Евгений Петрив, когда планируете выпустить курсы по гемологии? Сейчас ведем подготовку, ребята, я очень долго уговаривал своего гемолога-преподавателя, потому что она человек очень занятой, у нее две работы, очень востребованный специалист, очень серьезного уровня. Ну вот, она согласилась, ей интересно. Так, Константин, спасибо за интересное видео, подскажите, встречал упоминания про канадские сафиры. Есть такое, Евген, вообще, корунды есть везде, и грань между вот это просто корунт или это уже сафир, это зависит часто от того, что продавец скажет. Бывает, что намутные какие-то штуки, дрюки говорят, что это сафир. Вы видели много примеров, у меня? Вот, но это в основном мошенники, поэтому прям ювелирного качества в больших количествах сафиров из Канады я не встречал, но это не значит, что там одну-две штучки в год не находят, то есть вполне возможно. Так, так, так. ВО. Какой самый дорогой камень есть в вашей личной коллекции? Ребята, я в этом плане странный человек, у меня нет коллекции. Я каждый раз, когда еду на добычу, набираю там полные карманы, что-то покупаю, что-то там мне дарят, что-то просто земли подбираю, и думаю, это будет начало коллекции. Я приезжаю, начинают все просить, все-таки, Господи, какой он хорошенький, я бы вот мечтал такой иметь, или мечтала бы, я все раздариваю. Все, что я привез с добычей шпинели махенги, и я все раздарил, у меня ни хрена не осталось, там у Вероны штучки 2-3 осталось, этих кристалликов, раздарено все, и вот каждый раз у меня так, поэтому нет коллекции. У нас есть наши камни личные, которые мы оставили себе, мы хотим с ними сделать кольца, но так как у нас очень сильно загружено производство, мы себе не можем этого позволить, поэтому они пока у нас лежат, но это не коллекция, это чтобы носить. Коллекция, это когда коллекционируют, где-то складывают, да? Так, вы встречали красные алмазы? Красные прям нет, вот красно-оранжевый, да, рассказывал уже про него, это Федя Кашкин. Так, дальше смотрим. Во! Не хрупких камней не бывает, Виктор Поплинский. Возник вопрос, Константину известно про существование нефритожидеита? Да, известно, и да, ударом молотка я его раздолблю в песок, вообще в пыль, высылайте. Я уже пробовал на самом деле, в Бангкоке кусочек брал, разлетается в куски, потом мне показывали кольца из нефритаожидеита, которые тети носили, стукнули обо что-то, они раскололись. Поэтому, ребят, это легенда, не поддавайтесь с уверием. Где продолжение проклад? Ну, почти в каждом выпуске Камни и Дели вы видите продолжение проклад, потихоньку граним, продаем, не спеша, все нормально. А какие вы хотели бы еще продолжение? Какие-то там приключения, второй клад, третий? Ну, я надеюсь, что нам повезет, так что мы найдем еще один когда-нибудь. Так, с этим разобрались. Тут просто много вопросов повторяющихся, я поэтому фильтрую их. Было бы очень познавательно, если бы вы вставили, оценили выращенные искусственные сафиры и рубины. Сравнение с реальными по составу и цене. Ну, тут, собственно, во-первых, я про подделки буду записывать, во-вторых, ну, а что их оценивать? Ну, один доллар, максимум пять. Ну, как бы, вот, все, это его себестоимость. А продают их там за сотни, за тысячи долларов, да? Это даже когда пишут, что он там искусственно выращенный, я вот видел в Москве, 700 долларов, 1200, 1700 долларов, ну, как бы, это не значит, что они чем-то отличаются от тех, которые по одному доллару. Это они и есть, это они же. По составу, они не совпадают по составу, собственно, поэтому в лаборатории их легко отличают, но об этом поподробнее будем отдельно записывать. Так, про инвестиции, вопрос, много вопросов, написал Юрий Воронин. Я уже делал не одно видео, прям отдельно, только чисто про инвестиции, одну из них было в феврале, посмотрите, пожалуйста, но таких вопросов все больше и больше, поэтому давайте я запишу отдельно, прям еще ролик, я насколько понял, вообще раз в год надо повторять, потому что не все отматывают, вернее, мало кто вообще, не только, и лишь каждый может отмотать, посмотреть, что было год назад. Так, почему не делают синтетику с включениями? Вроде принципиальных сложностей нет, это страйкер, опять, да, делают, делают, но четко повторить включение натуральные, вот как они выглядят в натуральных камнях, не могут. Делают имитацию включений, там какие-то мутные облачка, но как только ты даже в лупу смотришь, ты понимаешь, что это совсем не то, что в натуральном камне, да, вот, там, не знаю, практически, ну, я не видел включений идентичных в настоящем, то есть это действительно, пока в данный момент это неповторимо технологиями. Добрый вечер, вы никогда не говорили про черный сапфир, более того, я его никогда и не видел, я не знаю, бывает ли он вообще, если мы не считаем черные звездщиты, смотрите, если его хорошенько просветить, вот любой сапфир именно вот не звездщитый, да, который прозрачный, звездщитый он же не прозрачный, который вот из Таиланда, черные звездщиты мои любимые, если его просветить хорошенько, он становится темно-синим, вот прям, чтобы он и черный был всегда, под любой просветкой, я таких не видел, это не значит, что их нету, может быть они и есть, вот, черные звездщиты то же самое, если его светить, он будет или бурый, ну, если прям вот под ярким-ярким светом его рассматривать внимательно, он будет или бурый или зеленоватый ну то есть тоже он не прям идеальный черный вообще, вот не, вот идеальный черный, я знаю только черный бриллиант наверное, да, из драгоценных камней, которые вот у меня через мои руки проходят так, дальше а, вот я говорил как-то, что я искал, искал и ни на русском, ни на английском я не нашел какого-то гемолога, одновременно продавца, одновременно, чтобы у него было свое производство, то есть производителя да, и чтобы он одновременно ездил на добычу и сам там что-то добывал ну вот мне написали, что вот есть некий Патрик Эллиот, да, и там серия большая фильмов про сафиры, про рубины про все остальное я смотрел несколько серий, знаете, у меня ощущение, что это снято очень давно было материал где-то лежал, потом его перекупили, потому что посмотрите там мода, автомобили и телефоны старые все на видео, да, такое ощущение, что это 90-х годов снято было, вот эта серия и там вот этот ходит некий мужчина, что-то рассказывает показывает, а потом совершенно другой мужчина, видно, что снято в другое время с длинными волосами, черными дает какие-то там комментарии, еще что-то рассказывает ну, как бы я бы не сказал, что это вот что как я, что у него производство он сам делает дизайн, он сам ездит добывает, собирает это какой-то был проект, то есть они сняли серию длинную, такую большую, чтобы продать какому-то телеканалу видимо телеканалы не купили никакие, такое бывает они полежали, полежали, потом склеили выложили на ютуб с рекламой другого какого-то производителя, владельца бренда, который вот с темными волосами как бы, да, то есть он перекупил в себя там везде вставил но вот у меня такое сложилось мнение я, возможно, не прав ну, то есть мне кажется, что это немножко не то чем занимаюсь я так, а когда в МГУ оценивает камень на что смотрят при исследовании в мелкоскоп? ну, микроскоп имеется ввиду это Александр Кан они смотрят на кристаллическую решетку или что? ну, во-первых, в МГУ камень не оценивают там говорят подлинный он неподлинный, сколько он стоит не говорят дело в том, что многие камни вообще оценить невозможно если ты не находишь, не держишь руку на пульсе да, вот если ты бываешь постоянно где-то на добыче даже я часто не могу камень оценить потому что я не живу там вот если ты прям живешь на добыче каждый день и ты видишь, что ага, в июле они стоили столько сейчас вот столько потом они еще выше стали потом замерли на 2 месяца потом пошли вверх вот ты реально можешь что-то оценивать но опять же, ты знаешь цену там на добыче, ты рыночные цены не можешь знать чтобы знать рыночные цены надо работать на какой-то бирже где-то да, на каком-то в каком-то большом магазине в каком-то бренде который и закупает и продает вот я очень часто сталкиваюсь с тем, что ко мне попадает камень я не знаю, как его ценить я начинаю спрашивать у владельцев других добыч насколько часто вам это попадается сколько вы таких видели если видели, почем они были проданы если камень вообще один вот вообще один, да у меня был в последних камнях недели посмотрите, сафир в форме сердечка вот аналога не существует его невозможно оценить, сравнивая с чем-то это как произведение искусства ну а собственно в МГУ можно оценить бильянты да, ну то есть они теоретически могли бы сказать что этот бильянт стоит примерно вот столько-то цветные камни, я не думаю, что они могли бы оценивать но у них собственной функции такой нету на что смотрят в микроскоп? на включение я включение, зоны роста и многое-многое другое кристаллическую решетку нет, не рассматривают ну насколько я знаю опять же может быть есть случаи, когда ее надо рассматривать так, а что тогда делать то с камнями что делать то с камнями, у которых разные месторождения в сертификате ничего это я рассказывал про рубин, который у меня был по одним сертификатам рубин, по другим сафир, да? ничего не сделаешь этот камень надо продавать как уникальный камень ну как бы таких практически не существует это большая редкость и ну с моей точки зрения, да? то, что он то сафир, то рубин это добавляет ему уникальности это ни в коем случае цену не сбивает и на этот камень у меня нашелся покупатель я его довольно дорого продал во Францию причем у меня его купили французские чеченцы они есть везде, как и русские так, правда ли Сергей Шумаков правда ли, что можно определить массонит на глаз так же, как и в знаменитом фильме Снетч отчасти это правда очень много имитаций, синтетики они без включений вообще то есть они идеально чистые если у тебя в руках мешочек с бриллиантами настоящими, да? шансов, что все они будут чистыми ноль вообще нету никаких если ты посмотришь даже 10 штучек там и они все будут идеально чистые это подделка 100% такого не бывает в жизни вообще бывают камни, где включение видно только в микроскоп но они как бы крайне редко попадаются на моей практике они попадались ну, не знаю, меньше 10 раз вот за больше 10 лет практики, да? так Сергей Сергей Огорный Бадахшан Таджикистане слышал от хорошего знакомого который раньше занимался камнями он даже книги писал по камням что там продают рубины вирного качества ну, во-первых вот эти источники что слышал от знакомого которому сказала знакомая которая знает друга который знает соседа, тестя, брата, жены как бы таких много мне пишет очень людей то есть это не опрувленный источник во-вторых да, там попадаются рубины вирного качества они мутные, розовые, трещиноватые их можно назвать ну, если ты кольцо с ним делаешь ну, наверное, их с натяжкой можно назвать вирного качества но по моим меркам это третий сорт то есть я таким не занимаюсь так, Костя а почему не слово про территорию бывшего СССР имеется ввиду когда рассказал про корунды потому что, ребята на территории СССР бывшего хорошего качества алые красные рубины цвета голубиная кровь синие сафиры или какие-то другие яркие, хорошие цвета чистые камни не добывают поэтому ни одного слова об этом не было так можно ли видеть вашу коллекцию говорил уже так смотрим дальше Антон до 2-3 карат магог, рубин и негрет и тоже занимаетесь да, занимаюсь их как раз это самый основной товар потому что 5-каратник стоит уже безумных денег 3-каратник уже стоит больше 150 тысяч если он магог и хорошего цвета вот вон, видите тети в купальниках ходят француженки в основном сейчас довольно красивые и не дают мне работать отвлекают меня от работы негодяйки это на фотообоях у меня, да так 2-каратник еще более-менее норм да, 3-каратник уже от 150 тысяч долларов они идут и уже не все могут себе позволить так бывает ли корунд или шпинель с перемесью золота Евгений Коваленко не видел я видел с рутилом много и вам показываю который выглядит в принципе как золото но это у нас титан да вот ну вот собственно прям чтобы золото не знаю наверное бывает так Настасья Настасья Константин здравствуйте хочу вас спросить знакома ли вам книга замечательные минералы Соболевского ГОВИ книга скорее для учащихся чем для профессионалов но написана занимательно интересно может вам она попадалась если да то хотел бы узнать мнение да и в принципе интересно с каких лет и каким образом вы заинтересовались камнями минералогии т.д. спасибо дело в том что у меня дедушка был очень серьезным таким большим интеллектуалом он был юрист по образованию работал в судебной системе всю жизнь и у него был очень широкий кругозор он разбирался сам писал картины делал статуи занимался искусством разбирался в греческой поэзии в греческом римском искусстве в статуях эпоха возрождения он знал все про всех художников поэтов эпохи возрождения древнегреческих и в принципе он занимался всем у него была большая библиотека и там несколько больших книг про минералогию тоже было и мои родители несмотря на то что они были инженерами работали на заводах тоже покупали много книг хотя в советское время это было сложно делать поэтому дома в Белгороде и у бабушки с дедушкой у меня были справочники по минералогии с красивыми большими фотографиями но у меня обучение по книгам не идет совсем я ничему никогда не научился по книжке я обучаюсь только вживую есть люди которые просто по книге выучили английский выучили астрономию изучили историю у меня больше в живом общении я так люблю поэтому я стараюсь нанимать каких-то преподавателей и вживую прям на руках на пальцах изучать я в этом плане туповат наверное по книгам я учиться не умею поэтому ничего про книгу не могу сказать в каком возрасте ну я всегда всем вообще интересовался что под руку попадалось вот те книжки я прочитал я когда какие-то камни находил где-то я всегда их подолгу рассматривал смотрел бил один об другой там как бы не знаю это можно назвать началом моей карьеры вот когда приехал в Таиланд попал на добычу я не планировал категорически никак заниматься драгоценными камнями но мне было интересно изучить я считаю так что если ты живешь ну допустим вот я живу сейчас а тут рядом этот плантация специй да там выращивают специи гвоздику корицу я обязательно туда пойду прошу меня научить разбираться есть же гвоздика хорошая плохая средняя великолепная есть там ваниль тоже очень разная да я найду там если там есть кто шарит я ему дам небольшую денежку чтобы он мне научил я считаю что если есть возможность чему-то учиться надо обязательно учиться даже если это не пригодится ты затачиваешь скальпель свой да мозг имеется ввиду инструмент каждый раз когда чему-то учишься поэтому я не могу вам точно сказать когда я начал этим интересоваться с самого начала учился каким образом вживую рассказывал уже не один раз пожалуйста полистайте мои видео а вот тут написали Стас Торван Даш уже засветился в Мозамбике самолет выйти не успеешь на этом же самолете обратный отправить вполне возможно запросто такое может быть поэтому не исключаю такой момент так Евгений Валерьевич а возможно что если расколоть крупный корунд имеется вот эти большие куски на отвалах которые выбрасывают красно-розовые да такие внутри его будет неплохого качества рубин нет невозможно пробовали много раз так не бывает к сожалению так Падре Чи меня интересует вопрос а вы камни где храните те что отправляются заказчиком неужели прямо в мастерской или в офисе дело в том что смотрите у меня гранильная мастерская на первом этаже ну на Шри-Ланке которая да и в Тайванде производством на втором этаже живут люди которые работают на первом этаже там у нас камеры наблюдения сигнализация дверь хорошая с замками с решетками и внутри сейф а прям совсем дорогие камни мы храним в банке в ячейке и всем советую делать именно так так ювелирный же деит нефрит крепче стали так что существуют ювелирные неубиваемые камни у меня нефрит с 10 этажа об асфальт падал как как попрыгунчик скакал ноль царапин это гильза ТВ ну уважаемые гильзы ТВ пожалуйста снимите для меня вот если вы прям в этом уверены на 100% я клянусь что я опубликую это видео пожалуйста положите на наковальню этот ваш нефрит и грохните раз 5 по нему хорошо молоточком снимите все это пришлите мне если я не прав я свои слова беру обратно прям извиняюсь перед всеми и значит ваше видео выкладываем так Татьяна после вашего канала поняла что в магазинах разве что бриллианты можно покупать или там тоже подстава смотря в каких если сертификатами из МГУ например если мы про Россию говорим покупайте смело вот желательно конечно сделать потом повторную сертификацию потому что бриллианты все очень сильно похожи друг на друга вдруг там не совсем тот камень который был сертификации так Арсен Манукян две рекламы посмотрел до конца по 15 секунд я молодец ну не совсем потому что меня монетизация не интересует и вообще у меня реклама была вся отключена но мне сказали несколько людей которые вроде как шарят в ютубах они сказали что если реклама отключена то ютуб видео не продвигает и посоветовали включить ну вот я включил я получаю эту монетизацию там что-то в районе тысячи долларов в месяц капает ну вы сами понимаете что даже там десятую часть зарплат расходов эта сумма не покрывает так дальше Константин а что вы думаете про помирское месторождение снежное лесно снажное ну наверное снежное имеется ввиду там же добывают рубины это до зен файрс да там добывают рубины но они все мутные розовые трещиноватые говорил уже так а вот вопрос который в разных вариациях повторяет очень-очень много раз так Денис Ф здравствуйте Константин а можете когда-нибудь рассказать про поделку сертификатов просто вы говорили что можно по QR-коду посмотреть сертификат в электронном виде на сайте лаборатории но ведь можно без особой сложности создать фишинговый сайт с таким же оформлением и спокойно закинуть туда все изделия своего магазина можно ли об этом узнать и про лаборатории в целом можно конечно так сделать и делают намного проще на самом деле то есть смотрите первый вариант который вы предложили да разбираем ну во первых я несколько раз когда я покупал айфон когда я покупал билеты на самолет и даже однажды я покупал билеты в театр я попадал на фишинговые сайты ну слушайте на нем достаточно провести 5 минут чтобы понять что с сайтом что-то не то да вот ну мне кажется что любой человек разберется довольно быстро поймет то есть покупают камни люди как правило основательно все проверяют все смотрят вряд ли а вот возможно кто-то так делает ну смотрите ну допустим у меня есть репутация у меня сотни и даже уже больше тысячи в этом году заказов да ну вот я так сделаю ну вот на сколько раз меня хватит ну чтобы у меня моя репутация была уничтожена да ну вот я сделаю так 10 раз заработаю я допустим 100 тысяч долларов например если это будут какие-то выгодные супер сделки крупные камни да но опять же когда сделка серьезная сертификатов делается несколько всегда в разных лабораториях ну вот допустим все-таки вот что-то произошло фантастическое я так сделал что получится я потеряю бизнес я потеряю репутацию и на этом все закончится а мне нравятся все эти приключения поиски поездки как бы зачем мне это делать возможно кто-то так делает но знаете это такая разовая акция скорее всего вряд ли долго ты сможешь этим заниматься есть второй вариант делают намного проще так делают на Шиланке так делают в Бирме так делают в Таиланде вот значит Ибрагим какой-нибудь на Шиланке там много мусульманс у них имена мусульманские у него маленький магазинчик он продает синтетику значит выписывает на принтере печатает сертификаты и тут же на втором этаже он купил какой-нибудь школьный микроскоп там на лупу не знаю какие-нибудь еще две хрени там дешевенькие и они официально у государства оформили лабораторию там его брат какой-нибудь там Абдурахман сидит и вот они типа туристам лапшу на уши вешают типа вот смотрите у нас наверху лаборатория она независимая она никакого отношения к магазину не имеет там мой брат правда но все равно ну вот это прокатывает намного лучше больше и дольше поэтому видите у них да у них свой сайт они там выкладывают все но опять же при повторной сдаче а я всегда проверяю несколько раз ну и плюс у меня насмотренность очень большая да это все раскроется и вы помните когда-то я делал контрольную закупку на Шри-Ланке но вот собственно это все раскроется человек пойдет в полицию напишет заявление поэтому это все действует только на туристов которые покупают какие-то камни выходного дня долларов за 500 и они я думаю знают что их обманут то есть ну как бы быть ну вот покупать вот так вот на ходу на бегу в каком-то маленьком магазинчике в сувенирном в туристическом городке в каком-то и думать что это все настоящее но это глупо я думаю что эти люди прекрасно знают на что идут да поэтому для серьезного бизнеса ну это вообще не вариант разовые какие-то акции развода можно конечно устраивать но ты долго так не протянешь опять же вы понимаете да что люди которые покупают за сотни тысяч долларов и за миллионы долларов камни ну они тебя найдут они не особо кстати парятся вот я заметил что когда покупают дорогие камни я говорю приводите предоплату вот сюда да мне никогда не спрашивают а какие гарантии а вот где у меня должна быть уверенность что вы меня не обманете потому что этот человек он владеет ситуацию он знает что он уже все про меня в принципе знает да где я живу там значит адреса явки пароли и он мне найдет ну поэтому как бы я не знаю кто этим может заниматься мне кажется это больше так из книжек из фильмов какие-то истории так Иван Фарвазов а бывает ли 18 звездочные корунды нет не бывает бывает 6 звезд бывает 12 не слышал про другие какие-то если узнаю когда-нибудь расскажу вам кстати оптические эффекты то есть звезда это один из оптических эффектов которые встречаются в корундах это как раз наша следующая тема я сегодня или завтра буду записывать но там конечно еще надо будет помонтировать картинки так Настасья Настасья еще такой вопрос в музейных коллекциях есть множество предметов просто усыпанных камнями и обратила внимание что многие такие вставки огранены кабошонами современной точки зрения насколько насколько эти камни являются ювелирными если не брать во внимание их историческую культурную ценность на 100% очень многие бренды дорогие камни всякие там Royal Blue Sapphire Голубинная кровь под параджи гранят кабошонами и у кабошонов кабошон это когда вот такая вот полусфера да и очень много людей которые предпочитают носить именно кабошоны им нравится они это любят да и как бы это нормально они ни в коем случае свои ценности не теряют но все-таки мне например больше нравится с гранями камни и классической огранка считается все-таки с гранями поэтому ее потом легче продать перепродать там заложить в банк и все такое вот но кабошон ни в коем случае не бесценивает камень ну кстати почему не гранили раньше гранили только кабошонами все да там ручки на сабле дорогие вот всякие османской империи арабский халифат там в русской палате оружейной гранить гранями не умели до буквально вот совсем недавнего времени гранили все в кабошоны так во времена эсэр купила серьги с крупными рубинами за 200 рублей и другие с мелкими Людмила Сысо Летина могут это быть рубины или это стекло мне нравится ваш канал интересно это Людмила конечно же советская синтетика она стоит несколько долларов ну там 2-3-4 доллара не больше у советского человека не могло быть денег на рубин рубин уже тогда стоили безумно дорого в те времена тоже так а вот хороший вопрос Ликуш Ицек Ицукен господи что-нибудь припишите какие-нибудь себе клички придумывайте и вина попроще так почему цены на рубины не пошли вниз если вдруг Мозамбики открыли месторождение так смотрите почему бриллианты не белые бессветные почему бриллианты идут вниз потому что открыли несколько десятков месторождений несколько десятков месторождений и в одном из последних бриллиантов больше чем в совокупности во всем мире вместе но собственно вот при таких объемах он пошел вниз по цене ну их слишком уже много переизбыток а рубины смотрите было одно месторождение оно истощилось через пару десятилетий открыли еще одно оно единственное другого нету я вам скажу что даже если их откроют еще пять то это не покроет спрос никак вообще даже частично не покроет спрос даже наполовину поэтому они и все равно в цене не упадут если откроют 50 месторождений хорошего красного и лирного алого рубина тогда да он возможно немножко подешевеет возможно замедлится его рост в цене ну вот так не бывает что открыли бах все упало ну с чего вдруг то есть людей которые хотят водить рубинами в миллион раз больше чем этих рубинов поэтому он будет всегда он с огромной скоростью идет вверх так Руслан Бабух привет Константин а что вы скажете про украинские мятное зеленого цвета бриллы из волынского месторождения которые только на Украине и императорские топазы лайк вам ничего не скажу я их вживу никогда не видел видел на видео гуглил картинки но картинки к сожалению ну как бы они не дают составить какое-то представление реальное да вот поэтому ничего не могу сказать люблю говорить о том что видео держал в руках так последний на сегодня потому что у нас уже 51 минута я сейчас вот это запишу я знаете как я перед сном нажимаю залить утром оно вот или уже почти залилось или только что залилось Елена Попова никогда не думала что мне так будут интересны камни пока вас смотреть и слушать не стала под впечатлением даже выписывая серьги пусеты с изумрудом и с ювелирочки почитала про камень вроде мой рожденный в мае ношу с удовольствием у вас очень интересные ролики порой смотришь как фильм приключенческий спасибо вам почаще свои путешествия показывайте пс ниже комментарий тезки однофамилицы а ну да Елена Попова другая писала с другой картинкой несколько комментариев дорогая Елена Попова я уверен что на ювелирочке вы купили синтетику то есть имитацию то есть подделку и у меня к вам предложение давайте я оплачу вам МГУ да и расходы на такси если вы живете в Москве если вы не в Москве вы можете я думаю что вы уверены что я не буду менять ваши натуральные камни на подделку вы можете высылать мне их в Москву мой сотрудник еженедельно бывает в МГУ он пойдет их сдаст и вам вернет обратно сертификатом я плачу и пересылку туда обратно и сертификат и мы об этом снимем видео познавательное вот у меня такое к вам предложение было бы очень всем интересно я не хочу спорить но вот я в своей правоте уверен на 100% сертификат не думаю что вам выдали там на ювелирке так все на сегодня все вопросов еще много но если вам интересно давайте потом еще с вами поболтаем вот скоро выйдет вторая часть этих корун энциклопедия по корундам их будет много там ну не меньше 5 и я собственно сейчас двигаюсь в плане добычи золота добыча драгоценных камней сейчас у нас подготовка по моему по моим запросам мне сейчас кидут информацию про разные места добычи золота про месторождение я сейчас все соберу сравню цены проверю документы я нанял двух юристов независимых незнакомых друг с другом они все проверят я тогда поеду искать и по возможности буду показывать но возможно меня попросят этого не делать мои наниматели да но попутно я заеду обязательно на добычу драгоценных камней там опять будут жирафы зебры масаи все остальное там все поснимаю конечно же это все только от меня зависит так все всем пока счастливо